Рассмотрим криптографию с асимметричным ключом. Конкретно будем рассматривать схему криптографическую RSA. Мы должны увидеть различия между симметричными и асимметричными криптографическими системами и обсудить криптографическую систему RSA. Система названа по имени своих создателей Риверс Шамир Эдлман. В первую очередь, зачем была создана асимметричная криптография? Впрочем, она не зачем была создана, она была создана просто так, а потом оказалось, что она решает достаточно большую проблему. Проблему передачи ключа. Фактически, сама асимметричная криптография ничем не лучше, чем симметричная, даже хуже. Там нужен более длинный ключ, больше времени на шифрование и дешифрование. Но она позволяет передавать ключ другому человеку, решает проблему передачи ключей. Ну и, соответственно, сейчас используется комплекс криптографический, то есть асимметричное и асимметричное шифрование. Основное шифрование делается с помощью симметричного ключа, а с помощью асимметричного шифрования этот ключ передается другому человеку. Итак, у нас есть два ключа. Секретный ключ. Он же называет закрытый и частный ключ, и открытый ключ, общедоступный ключ. По технологии своей, собственно, цифрования, выбор, какой ключ становится секретным или закрытым, какой открытым, это вопрос соглашения. То есть мы их спокойно можем поменять местами. Эти ключи как бы комплементарны друг другу. Не комплиментарны, а комплементарны. То есть дополнительные. Вот у нас ключ закрытый и ключ открытый. И если мы зашифровали сообщение с помощью открытого ключа, то обратно мы его можем расшифровать только с помощью закрытого ключа. То есть какой у нас вариант действия. Открытый ключ доступен всем, поэтому он и открытым. Алиса хочет, чтобы сообщение было прочитано только Бобом. Она шифрует некое сообщение ключом открытым Боба. Ключ открытый Боба всем доступен, в том числе и Алисе. После этого у нас посылается это сообщение. Никто расшифровать и не может, кроме самого Боба. И вот Боб расшифровывает и получает. И обратное действие. Это у нас открытое сообщение. Мы его шифруем секретным ключом. Естественно, секретный ключ принадлежит только нам. Но расшифровать его могут с помощью открытого ключа. Для чего это может понадобиться? Применение такое, например. Мы отправляем сообщение. И подписываем сообщение с помощью хэш-функции. Соответственно, для того, чтобы проверить, что сообщение подписано правильно, каждый должен иметь возможность расшифровать эту хэш-функцию, получить ее результат и сделать хэш-функцию исходного сообщения и сравнить их. Поскольку хэш-функция зашифрована нашим закрытым ключом, то никто ее не может изменить, подделать. Но зато все могут ее расшифровать, проверить и увидеть, что это действительно мы подписали. Итак, у нас дополняет одна криптосистема, то есть другую закрытым, симметричным и асимметричным ключом. Итак, асимметричный ключ работает очень медленно. Ну, почему медленно? Потому что длина ключа много больше. Ну, скажем, у нас для симметричной, ну, скажем, положим 256 бит. Это очень хороший, мощный ключ. Ключ может быть и короче. Для асимметричной у нас самый простой ключ 1024. Это у нас ключ, который применялся раньше. Сейчас такие ключи уже не рекомендованы к применению. Мы можем в два раза увеличить или в четыре. Сейчас даже и этот не очень рекомендуют применять, а рекомендуют применять вот такого размера ключ. Вы видите, что ключи действительно больше намного, и, соответственно, все скриптование будет выполняться намного медленнее. Но зато мы решаем вопрос А. Обмена ключами. То есть мы можем вот в таком виде обменяться ключами. Мы зашифровали на открытом ключе ключ скриптования, и его может расшифровать только получатель, владелец секретного ключа. И установление подлинности. Установление подлинности. Это вот этот вариант, когда у нас мы рассылаем и шифруем нашим секретным ключом, но все, кто владеет нашим открытым ключом, а он общедоступен, могут расшифровать сообщение. Итак, какая идея асимметричной криптографии? Вообще тут надо сказать, что если асимметричной криптографии мы работаем с битами, то есть побитого какие-то операции делаем, то в асимметричной криптографии, ну, современные реализации, это не факт, что другие реализации не могут появиться, просто текущих реализаций вполне достаточно, и пока новые ничего не придумали. Мы работаем не с битами, а с целыми числами. Соответственно, по-разному их представляем, есть разные представления этих целых чисел, и вот, собственно, все операции с ними и производятся. Итак, у нас функции, как вы помните, бывают обратимыми и необратимыми. Односторонняя функция необратимая, односторонняя она в смысле сложности вычисления. Функция построена таким образом, что саму функцию вычислить легко, но обратную к ней функцию вычислить очень сложно. Ну и мы можем иметь некую лазейку, то есть если у нас односторонняя функция может быть обратная вычислена легко при наличии какой-то дополнительной известной величины, так называемой ловушки, то это называется лазейкой в односторонней функции. лазейки, Субтитры создавал DimaTorzok